Главной темой встречи, состоявшейся в Минске между руководителями консульских служб Республики Беларусь и Латвии, стал вопрос об упрощении процедуры оформления и получения документов, дающих право на безвизовое пересечение границы с жителями приграничных территорий двух стран. В частности, предусматривается, что в ближайшем будущем горожанам и жителям Латгальского региона, которые имеют право претендовать на получение такого документа, больше не придется обращаться в самоуправление. Самое главное, что сейчас не будут люди ходить по вашим властям или другим учреждениям. У нас по сельским советам списки будут подаваться или приходить люди без списка непосредственно в загранучреждения. То есть люди, которые проживают в Латвии, они будут приходить к нам. Мы будем принимать документы и принимать здесь решения. Но сроки исполнения самих документов, то есть с момента подачи и выдачи разрешения мы уже будем сами здесь регулировать. Но до 20 дней она остается в силе. Изменения предусматривают и возможность получения документа на упрощенное пересечение белорусской границы с жителями, проживающими в приграничной 50-километровой зоне, у которых на приграничной территории Республики Беларусь проживают двоюродные сестра или брат. Кроме этого, получить заветный документ смогут и персоны, которые будут сопровождать поездки человека, который не может обойтись без посторонней помощи. Изменения также предусматривают продление срока выданного разрешения от 2 до 5 лет лицам, которые посещают места захоронения. По инициативе белорусской стороны было принято решение о том, чтобы сейчас, приезжая, каждый гражданин должен в течение 5 дней зарегистрироваться. Сейчас этот срок отодвинут, 30 дней может пребывать гражданин без регистрации. Но я все время повторяю, чтобы люди внимательно слушали, потому что иногда услышат одно. Это все вступит в силу, когда мы обменяемся нотами. Скорее всего, эти изменения в силу вступят в конце этого года. Быть может, чуть позже. Но есть одно новшество, которым можно воспользоваться уже сегодня и которое, безусловно, обрадует латвийцев. Речь идет о пересечении белорусской границы со старым латвийским паспортом, который уже аннулирован, но в котором находится белорусская виза и срок ее действия не закончился. Сейчас можно до срока действия визы выезжать в Республику Беларусь. И выезжать с старым паспортом, которым есть действующая виза, и с новым паспортом, то есть с двумя паспортами. Имеется в виду старый паспорт, он как бы прошит, аннулирован, но виза остается. А как основной документ это новый паспорт. И последнее. Все новые изменения никоим образом не влияют на расширение 50-километровой приграничной зоны. Поэтому, если конечный пункт вашего назначения Витебск, Минск или другой населенный пункт, который находится за пределами установленных 50 километров, не забудьте оформить визу. Продолжение следует... Продолжение следует...